Время приступить к церемонии открытия уже 14-й международной научно-практической конференции Россия-Китай. История и культура. В этом году эта традиционная конференция посвящена очень и очень серьезным, очень глубоким, имеющим колоссальный резонанс историческим событиям, а именно столетию со дня основания Коммунистической партии Китая, Китайской Народной Республики, и 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. И это уже 14-я международная конференция, которая начиналась в 2007 году, была приурочена в связи с открытием при Казанском государственном тогда еще университете Института Конфуции. С тех пор, безусловно, ее масштаб, ее глубина, ее охват возрастали год от года. И, в общем, достаточно сказать, перечислить имена некоторых важнейших гостей, которые принимают участие, несмотря на все наши неприятности, связанные с эпидемиологической ситуацией. Тем не менее, настолько это оказалось важным и нужным, что наши гости оказались в состоянии, посочли для себя возможным присутствовать здесь и очно. Достаточно перечислить несколько имен. В первую очередь, это наш главный вдохновитель, ректор Казанского федерального университета Эльшат Ревкатович Гафуров. Нас также посетил генеральный консул Китайской народной республики в городе Казань, господин Уин Тин. Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Казани, Радик Рафикович Вахитов. Проректор по международной деятельности Ташкентского государственного университета Востоковедния, Илья Разимович Махмутов. Проректор по международной деятельности Казанского федерального университета, Тимирхан Булатович Алишев. Безусловно, наши замечательные друзья и директор Института Восточных Рукописей Российской Академии Наук, научный руководитель кафедры Алтаистские Китаеведния Института Международных Отношений, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук. Все это Ирина Федоровна Попова. Также в нашей работе принимает участие заместитель председателя Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, заместитель директора Института Истории, Археологии и Этнографии, профессор Ларин Виктор Лаврентьевич, но он у нас будет онлайн. Также нас посетили, безусловно, директор Института Страна Азии Африки Московского Государственного Университета, доктор исторических наук Алексей Александрович Маслов и многие другие лица, которые здесь присутствуют, которые с нами. Ну, дабы не затягивать, дабы не утомлять присутствующих, я думаю, имеет смысл переходить к следующей части, обязательной части такого серьезного мероприятия. И ради приветственной речи приглашается ректор Казанского Федерального Университета. С места можно, да? После такого торжественного открытия так и хочется выйти где-то на трибуну и поприветствовать всех коллег. Так, уважаемые коллеги, вот уже Казанский университет, которому в этом году буквально на днях исполнится 217 лет, как вы знаете, является по сути местом, где зародилась отечественная ориенталистика и в том числе, конечно же, китаеведение. В 1837 году именно в Казани была основана первая в мире специализированная симнологическая и научно-образовательная структура университетской кафедры китайской словесности. Однако вот с переводом восточного разряда в Санкт-Петербург, я прошу не обижаться моих санкт-петербургских коллег, исследования в этом направлении в Казани были прерваны, как оказалось, более чем на полтора столетия. Я делаю это упоминание лишь в историческом аспекте. Только с созданием федерального нашего Казанского университета перед Казанским научным сообществом была поставлена амбициозная цель не только воссоздать былые традиции, но и стать или попытаться тогда стать ведущим центром отечественной ориенталистики. Наряду с признанными академическими и университетскими столицами востоковедческой науки и образования нашей страны, это прежде всего Санкт-Петербургом, конечно же, и Москвой. Открываемая сегодня международная конференция, как было отмечено уже 14-й по счету, свидетельствует о том, что Казанский университет стал постоянной площадкой международного диалога о России и Китае. Мы очень благодарны нашему постоянному партнеру Институту Конфуция, с которым мы реализовали значительное количество образовательных и культурных проектов в дополнение к тому, что говорим сегодня. Сегодня наши страны демонстрируют во многом схожие позиции в понимании сложных мировых процессов, прежде всего это и обеспечение международной и региональной безопасности, сдерживание распространения COVID-19, особенно в разработке новых протоколов лечения и медицинских препаратов, а также успешным взаимодействием в различных двухсторонних и многосторонних форматах, в том числе на площадках ООН и Совета безопасности, в вопросах образования, науки и культуры. Наш форум традиционно собирает ведущих ученых-китаеведов из России, Китая, Республики СНГ и ряда других стран. В дни конференции более 100 участников в режиме офлайн и онлайн будут работать в различных секциях, рассматривая широкий круг вопросов истории, филологии и современного состояния российско-китайского взаимодействия и развития. Думаю, что наша конференция внесет свой достойный вклад в наращивание кооперационных связей между представителями интеллектуальной элиты обеих наших стран. В этом году форум посвящен, я еще раз присоединяюсь к нашему ведущему, еще раз хочу упомянуть эти большие события. Это столетие со дня образования Коммунистической партии Китая и 20-летию подписания договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Большой интерес к данной тематике обусловлен масштабом развития российско-китайских отношений и их оценке обоюдной заинтересованности к наращиванию и укреплению отношений в экономической, политической и гуманитарных сферах. Сегодня мы ищем и отрабатываем пути претворения в жизнь, достигнутых между нашими лидерами договоренностей. Форум призван служить основой для обмена мнениями о том, как можно добиться долгосрочной стабильности и позитивного роста в российско-китайских отношениях. Тем более данная наша встреча проходит в стенах университета, где достаточно большая концентрация молодых, активных людей, которые, я думаю, обязательно подхватят эстафету после нас и продолжат вот эти дружеские наши отношения. В последние годы Китай стал одним из ведущих внешнеторговых партнеров и для Республики Татарстан, где мы с вами сегодня встречаемся. В частности, китайский бизнес сегодня инвестирует средства в секторы бытовой техники и электроники, а также производство и поставок иных товаров, востребованных на нашем российском рынке. В Татарстане реализуется ряд совместных бизнес-проектов с крупнейшими китайскими компаниями, такими как Хайр, Вейчай, Хуавей, Диди и ряда других партнеров. Достаточно сказать, что сегодня китайский капитал присутствует в 14 бизнес-компании, локализованных на территории Республики. К слову, в набережных Челнах открывается новое производство комплектующих для автомобилестроения. В стороне не остался и Казанский университет, на площадках которого открылись научно-образовательные центры больших таких компаний, а только самые крупные перечислили, это Хайр и Хуавей. Сегодня в Республике налажена кооперация со многими китайскими провинциями, с администрациями которых подписаны соглашения о сотрудничестве. Из них четыре соглашения заключены с провинциями, входящие в формат Волга-Янгзи, Хунянь, Сучуань, Аньхой и Чунцин. И здесь я бы хотел огромные слова благодарности сказать нашему генеральному консулу. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, а в Казани Генеральное консульство Китая. И большое вам спасибо, господин генеральный консул, что вы сегодня вместе с нами. И мы также благодарны нашему коллеге, генеральному консулу Китайской народной республики за плодотворную совместную работу с Казанским университетом, что особенно проявилось в периоде сложной пандемийной ситуации, когда огромное количество наших иностранных студентов вынуждено было остаться здесь и в каникулярное время, и за ту помощь, которую вы оказывали и университету, и своим студентам, согражданам Китайской народной республики, поскольку ваш пример послужил позитивным примером и для всех других консулов и генеральных консулов. И представитесь стран, поскольку у нас обучается сегодня более 10 тысяч иностранных студентов из более 100 стран мира. Вот все эти активности в нашем сотрудничестве требуют не просто специалистов, а востоковедов, практиков со знанием истории, языка, культуры, современного политического устройства, и Казанский университет в полной мере интегрирован в эту деятельность. 500 студентов нашего университета ежегодно проходили обучение в ВУЗах. Стоимостные параметры, поскольку когда небольшое количество рейсов крупнейших авиакомпаний осуществляется, понятно, что цены достаточно высокие, но здесь мы наладили неплохие взаимоотношения, продолжения существующих и работаем в режиме онлайн, как, в принципе, вся наша страна или весь наш мир сегодня работает. Начиная с 2013 года мы активно участвуем в Ассоциации ВУЗов Волгой и Анци. Как раз в эти дни в режиме виде конференции проходит уже седьмая российско-китайская молодежная конференция или молодежный форум в формате Волгой и Анци, который уже стал постоянной площадкой для отмены новациями в области молодежных проектов науки и экономики. Наш университет неоднократно принимал визиты представителей органов власти и крупного бизнеса Китайской Народной Республики, что свидетельствует, с моей точки зрения, о заинтересованности в сотрудничестве с нашим Казанским университетом на самом высоком уровне. В частности, нас посвящали председатели постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики, господин Ли Чжан Шу, заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики Ван Юн Цин, мэр города Шанхая, Ин Юн, а также генеральный директор группы компании «Хайр» Чжан Шуймин, который прочитал лекцию, посвященную опыту компании «Хайр» в разработке новых методов управления современным производством. Завершая свое выступление, хотел бы пожелать всем участникам Международной научной конференции «Россия-Китай» плодотворной работы во благо укрепления дружеских российско-китайских связей, развития отчистительного китаеведения, да и выстраивания на должном уровне коммуникации между нашим академическим сообществом в целом. Убежден, что конференция пройдет продуктивно, независимо от того, в каком формате мы принимаем участие, а реализация его насыщенной программы позволит участникам укрепить потенциал сотрудничества, установить, может быть, новые полезные контакты и выйти на новые совместные инициативы. Желаю всем удачи, самое главное – здоровья и посмотреть достопримечательности, найти время в Казани, нашего университета. Тем более, погода этому способствует, побольше нам солнечных дней и хорошего настроения. Всем большое спасибо, Бигзур Рахмат, за участие. Спасибо. Большое спасибо, Ильишат Равкатович, за теплые слова ободрения, за глубокий анализ. Далее для приветственного слова приглашается генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казань, господин Уиньтин. Уважаемые ректоры Казанского федерального университета Ильишат Равкатович, уважаемый Арадик Равкатович, всем, уважаемые коллеги, друзья и студенты, всем добрый день. Для меня ближайшая честь принимать участие в 14-й международной научно-практической конференции «Россия-Китай. История и культура». От имени чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации господина Чанг Ханг Куэя я желаю конференции успешного проведения. Будучи одним из самых известных университетов во России, Казанский федеральный университет со своей длинной историей является одним из первых университетов в Европе, открывшим кафедру гидовидения. В настоящее время КФУ играет активную роль в культурно-гуманитарных обменах Татарстана и даже России с Китаем. Популярность университета в Китае растет день от дня. Еще больше китайских студентов выбирает обучение в Казанском федеральном университете. Проведение научных конференций, несомненно, позволит вывести исследования в образе китовидения на новый уровень и наладить более тесное сотрудничество КФУ с китайскими коллегами. В этом году исполнилось 20 лет создания подписания китайско-российского договора о творчестве, дружбе и сотрудничестве. Взяв этот договор за отправную точку, две страны добились ряда новых успехов в продвижении стратегического воздействия и всестороннего практического сотрудничества между двумя странами. Это оказало значительную поддержку в содействии развитию всей страны, а также стало надежной опорой в объединении мирового сообщества для совместного преодоления трудностей. Обе страны должны внедрять инновационные методы сотрудничества, расширять сферы взаимодействия и добиться еще больших успехов двустороннего сотрудничества. Как партнеры по всеобъемлющему стратегическому воздействию в новую эпоху, Китай и Россия должны углублять все сотрудничества с вмешательством извне и твердо держать будущую судьбу своих стран в собственные руки. Какая система управления наиболее действенна в Китае и Россия? Об этом наибольшее право голоса имеют народы наших стран. Китайская страна твердо поддерживает Россию в продвижении по пути развития, выбранному в соответствии с национальными реалиями и решительно соглашается с мерами, принимаемыми Россией для защиты национального суверенитета и безопасности. В этом году исполнилось 100 лет создания основания Коммунистической партии Китая. Пройдя через 100 лет и преодолев многочисленные препятствия и трудности, Коммунистическая партия Китая привела китайский народ к национальной независимости и процветанию. И Китая является второй по величине экономикой в мире уже 10 лет подряд. Развитие Китая открыло миру новые возможности. Китай быстро добился экономического роста и стал двигателем восстановления мировой экономики в условиях пандемии коронавируса. Китайский российский товар ворот непрерывно растет. Вместе с тем инвестиция увеличивается. В Татарстане локализовано производство китайской компании «Хайра», что является образовавшим проектом китайско-арсистского сотрудничества в энергетической сфере. Только что наш лектор упомянул о этом. В компании «Хайра» также работают выпускники Института международных отношений КФУ. Студенты, изучающие китайский язык, выбрали светлое будущее. Развитие экономики Китая и наследие китайско-российской дружбы, передающиеся из поколения в поколение, могут предоставить широкие возможности для вашего личностного развития. В настоящее время эпидемиологическая обстановка с COVID-19 нестабильная. Перед международным борьбой с коронавирусом стоит труднейшая задача. Китайская страна готова углублять сотрудничество с российской стороной в сфере исследования, разработки и производства вакцин, чтобы обеспечить безопасность и стабильность гармарной цепочки поставок препаратов, защитить жизнь и здоровье народов этих стран, и внести китайско-арсистский вклад в создание сообщества единого здравоохранения человечества. На текущий момент сотрудничество в области образования между Китаем и Россией стакивается с реальными вызовами из-за пандемии коронавируса. Делегации не могут обмениваться визитами, научные обмены оффлайн не могут осуществляться в нормальном режиме, и некоторые учащиеся не могут вернуться в университеты. Им приходится учиться онлайн. Однако эти трудности носят временный характер. Я уверен, что обе страны смогут как можно скорее победить коронавирус и возобновить обмены в прежнем формате. В Китае говорят, учитесь у прошлого и принимайте то, чему вы научились. История не должна быть похоронена в истории. И научные исследования не должны оставаться только исследованиями. Все присутствующие здесь ученые на протяжении многих лет занимаются изучением Китая и китайско-российских отношений. Вы обладаете богатым запасом знания и крупным мыслям. Помимо обучения и воспитания людей, думаю, каждый может выйти за рамки академического круга и использовать свои знания и мысли для вдохновения общественности. Благодаря сияниям собственных идей вы можете продвигать китайско-российскую дружбу и благодаря своей мудрости укреплять прагматическое сотрудничество между двумя странами. Например, опубликовать статьи, посвященные тому, как народы Китая и Россия мужественно сражались плечом к плечу во Второй мировой войне. Народы двух стран построили великую крепкую дружбу с крепленной кровью. Китай и Россия понесли огромные потери во Второй мировой войне и сыграли решающую роль в победе над фашизмом. Именно ценой огромных жертв Китая и Россия заражили основу для перестройки послевоенного международного порядка. Поэтому теперь обе страны должны поддерживать международную систему ядром которой является Организация Объединенных Наций и международный порядок, основанный на международном праве. Китай и Россия также выступают против искажения и отрицания результатов Второй мировой войны и противостоят гегемониям. Еще один пример. В этом году исполнилось 100 лет создания основания Коммунистической партии Китая. Октябрьская революция 1917 года оказала огромное влияние на создание КПК. Во время и после Октябрьской революции многие китайские рабочие выступили в ряды Красной армии и пожертвовали собой, защищая достижения революции. В Фупермском крае им установлены памятники. Ученые могут и дальше искать эти исторические материалы, чтобы сделать их связующим звеном для угробления Китайско-Российского коммунитарного сотрудничества и передачи дружбы из поколения в поколение. Наше генконсульство, как и прежде, поддерживает сотрудничество с Китаем, университетов консульского округа, в том числе Казанского федерального университета, с целью создания хорошей площадки для ученых, чтобы они могли хорошо заниматься исследованиями Китая и китайско-российских отношений. В том числе генконсульство Китая в Казани готово представить китайские университеты для проведения совместных исследований по актуальным темам, совместного публикации статьи, предоставления местным ученым возможности для ознакомительных поездок в Китай, для участия в научных конференциях и так далее. 14-я международная научно-практическая конференция имеет широкий спектр тем, охватывающие все аспекты, включая социально-экономическое и историко-культурное развитие Китая, китайско-российские отношения и методы преподавания китайского языка. Эксперты и ученые со всей России развернут активное обсуждение по этим темам. Казанский федеральный университет провел серьезную подготовку в качестве принимающей страны. Уверен, что конференция обязательно принесет продотворные результаты. В исключение, я хотел бы от всего коллектива Генерального консульства Китая в Казани выразить большую огромную признательность лектору КФУ и всем коллегам КФУ за особую заботу помощи нашим студентам, которые учатся и остаются в Казани. Как у нас говорят, друг опознается в беде. Это наглядно демонстрирует истинную дружбу и глубокое чувство расистского народа к китайскому народу. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, господин генеральный консул Мурской Китации. Я хотел бы подарить оригинал книги оригинальной книге Си Цзиньпина о управлении государством. Третий том. Третий том. Третий том. Стоп, стоп, стоп. Сиди. Еще вторая книга Си Цзиньпина о создании сообщества единой судьбы человечества на русском языке. Спасибо. Спасибо. Громадное спасибо господину генеральному консулу. Как всегда, он нам прочитал целую лекцию с присущей ему основательностью и глубиной и замечательный подарок нам преподнес. В этой связи, однако, я бы очень просил уважаемых коллег, которые участвуют в торжественной части, все-таки по возможности более придерживаться регламента, поскольку нам, безусловно, всем есть, что сказать городу и миру, но, тем не менее, протокол есть протокол, и, в общем, нам нужно работать по, значит, определенным неким рамкам. Большое спасибо. Приглашаем для приветственного слова представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации в Казани Радика Рафиевича Вахитова. Прошу прощения. Спасибо большое. Так что, то, что вот, икшент Рафкадыч, высказывает генеральный консул ВНЦИН, я сокращу свое выступление процентов на 30, так что протокол будем следовать, то есть, потому что их выступление тоже фигурирует как бы в моем тоже выступлении. Уважаемый Шатар Рафкадыч, уважаемый генеральный консул, уважаемые коллеги, участники сегодняшнего высокого научного форума, прежде всего хочу выгрузить благодарность за возможность и привилегию находиться здесь в среде авангарда отечественного стыковедения и синологии. Отрадно, что сегодняшняя конференция проходит под знаком столь знаменательных дат столетия со дня основания Коммунистической партии Китая, а также двадцатилетия со дня подписания Российско-Китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Связи между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией характеризуются нашими руководителями, вы это прекрасно знаете, как лучшие за всю историю двусторонних отношений. Это особенно важно в контексте ситуации, складывающейся на международной арене. Международная модель сегодня притерпевает трансформацию, укрепляются новые экономические и политические центры. К сожалению, мы зачастую становимся свидетелями попыток помешать этим объективным тенденциям становления демократичного мира. Россия и Китай продвигают конструктивную повестку дня. Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие государств и их интеграционных объединений. Примером такого сотрудничества бесспорно может служить совместный проект между Россией и Китаем, направленный на развитие интеграционных процессов в Евразии. Китай для России это по-настоящему стратегический партнер. Наше сотрудничество на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. И мы исходим из того, что наш доверительный диалог с Китаем должен служить примером для других стран, в том числе для тех, кто пытается выстраивать отношения с Россией и Китаем на иных принципах. В 20-е и 21-е годы были объявлены годами научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Китаем. Планом проведения перекрестных годов было предусмотрено проведение более тысяч мероприятий по многим направлениям, охватывающих практически все значимые сферы деятельности. К сожалению, из-за коронавирусной инфекции большинство мероприятий в рамках этих годов проходят в онлайн-формате. Целый ряд мероприятий был посвящен обмену опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Китай и Россия показали очень тесные взаимодействия, как было сказано. Поступательное развитие наблюдается также во взаимоотношении китайских регионов с Татарстаном. Как сказал Ильич Равкадович, ежегодно растет объем взаимной торговли и показатели зарубленных инвестиций. В Татарстане успешно работают целый ряд предприятий. Назову несколько из них. Это Хайр, Кама Сталь, Индел, Кама Технология, сервис вызова такси Диди. В работе также проекты Мидей по производству холодильного и морозильного оборудования и Сучуян Голден Элефант по производству меламина и карбамида. Летом этого года президент Татарстаном Стамениканов и Хайр России дали старт строительства завода по производству холодильников нового поколения. Не буду уже останавливаться о работе торгпредств и генерального консульства, об этом уже тоже было сказано, когда они были созданы и какова их роль. Итак, 16 июля 2021 года исполнилось 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Китаем. Этот документ безусловно носит исторический характер. Он вобрал в себя накопленный нашими странами многовековой позитивного взаимодействия, а также сформулировал видение новой модели межгосударственных отношений. Эта модель взаимодействия между Россией и Китаем абсолютно свободна от каких-либо идеологических ограничителей, не подвержена каким-либо конъюнкторным факторам. В заключение своего выступления хотел бы обратиться к самому договору. Приведу несколько формулировок из него, а вы попытайтесь как бы оценить их глубину. В одной статье стороны берут на себя задачу превратить границу между Россией и Китаем границу вечного мира и дружбы. А в преамбуле договора говорится о решимости передавать дружбу между своими народами из поколения в поколение. Что примечательно, подобные формулировки больше не встречаются нигде, ни в одном из официальных международных правовых документов. Это, как представляется, говорит о многом и характеризует уровень качества российско-китайских отношений. Уважаемые участники сегодняшней конференции, желаю, чтобы и ваши научные труды, которые внести свой вклад в вечную дружбу между нашими странами и поспособствовали делу передачи этой дружбы из поколения к поколению. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. К сожалению, наш дорогой друг и партнер директор государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, член Президиума Российской Академии наук Михаил Борисович Петровский не смог в этот раз лично нас приветствовать, но он счел возможным прислать нам видеообращение. Просим. Дорогие друзья, я с удовольствием приветствую замечательную радиационную китайский конференцию в Казани. Я очень рад, что мы участвуем в ней всегда и участвуем в ней этот раз. Мы Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Мы всегда помним, знаем, что востоковедение началось в Казани и не только естественным образом мусловедение, арабистикой, туркологии, но и китайведение. Мы очень рады тому, что память сохраняется в научных традициях и сохраняется сама память о людях. мы знаем, что татарская земля является землей, которая родила таких замечательных знатоков Дальнего Востока и китайведов, в частности, как академик Васильев, как архимандрит Палладий. Мы очень рады тому, что покровительством президента Татарстана сейчас удается вести такую хорошую работу о сохранении, восстановлении памятников и памяти об этих людях. Ну, вот идет восстановление крестово-сдвиженской церкви, где упокоился Васильев, фонд Палладий рассказывает по всему миру и очень много в России поликуют книги, делаются конференции, посвященные не только архимандриту Палладии, но вообще роли пекинской духовной миссии, которая тоже связана с Татарстаном. Я очень рад этому. Это действительно говорит о такой замечательной живучести нашей науки и ее внедренности в целом в нашу российскую культуру, в историю российской культуры. И я очень рад к тому, что сегодня в год, такой специальный российско-китайский год, когда проходит эта конференция, проходит в Казани, здесь же в Казани, в центре Эрмитажа Казань, состоялась, в мой взгляд, очень красивая, очень полезная выставка, посвященная Китаю, посвященная символам счастья в Китае, выставка, которая рассказывает о китайской культуре и дает какие-то дорожки к пониманию, популярному вниманию особенности китайской народной культуры и особенности всего того, с чем мы постоянно встречаемся. Вот такая научная проститическая миссия, это то, что характерно для востоковедения и я надеюсь, что в этом году заседания будут столь же плодозборные, интересные, увлекательные и спасибо всем за гостеприимство. Сожалею, что я не с вами, но мои друзья расскажут вам и о духе преодоления пандемии, который в нашем университете существует. Успехов вам, спасибо. Приглашаем с приветственной речью проректора по международной деятельности Ташкентского государственного университета востоковедения Ильёра Азимовича Махмудова. Уважаемый Ильшат Равкатович, уважаемый генеральный консул господин Уинцин, уважаемые организаторы и участники 14-й международной научно-практической конференции Россия Китай История Культура Для меня сегодня большая честь находиться на открытии данной конференции и иметь возможность приветствовать вас от имени Ташкентского государственного университета востоковедения. Казанский федеральный университет является одним из самых надежных наших партнеров в Российской Федерации, с коллективом которого мы провели целый ряд интересных значимых проектов за последние годы. В частности, только за уходящий год мы провели две крупные международные научно-практические конференции по тюркологии, где наши коллеги Тимирхан Алиш Булатович Алишев, группа ученых тюркологов во главе с Эльмирой Камидлевной Хабибулиной принимали активное участие в этих мероприятиях. Эта конференция является традиционной, ежегодной. наши китаисты, ученые, педагоги также активно принимают участие со своими докладами и не только не ограничиваются выступлениями, а также активно обсуждают итоги этой конференции на ученом совете факультета в аудитории со студентами. Также мы ежегодно проводим международные конференции по китай-ведению. Так получается тоже в ноябре. Эта нынешняя конференция пройдет 20 ноября. Ученые-китаисты КФУ также активно принимают участие. Направление китаеведения в нашем университете является очень востребованным, популярным. Это связано в том числе и с тем, что Китай является одним из основных торгово-экономических партнеров Узбекистана, инвестиционных партнеров. С каждым днем растет число китайских предприятий, где наша молодежь имеет возможность трудоустроиться. Растут различные инвестиционные проекты, бизнес-проекты, инновационные проекты, которые открывают возможности для трудоустройства и укрепления узбекско-китайского сотрудничества. Я думаю, этот тренд присущ не только Ташкентскому университету Востоке, но и всем другим университетам, где ведется подготовка кадров китаистов. Здесь хотел бы несколько слов сказать о нашем китаеведении. китаистик у нас развивается на протяжении 70 лет. С 1950-х годов у нас ведется подготовка, в нашем университете ведется подготовка кадров филологов китайского языка. С 1970-го года есть кафедра китайского языка. И позже начали готовиться кадры по истории Китая. С 1990-х годов у нас ведется подготовка кадров по таким направлениям и специальностям как экономика Китая, политика Китая, философия Китая. Все это позволило накопленный опыт, педагогическая научная база позволило нам указом первого президента Узбекистана в 2014-м году открыть факультет китаеведения, который является первым факультетом китаеведения в Центральной Азии. На факультете есть две профильные кафедры, которые выпускают филологов, литература ведовки по Китаю, гуманитарщиков, экономистов, политологов, философов, историков. Кафедра укомплектована специалистами, хорошими, видными специалистами, которые в том числе обучались в магистратуре, докторантуре в Поднебесной и к педагогическому процессу также вовлечены китайские специалисты, которые работают у нас в качестве волонтеров. Сегодня ВУЗ наш имеет соглашение о сотрудничестве с 10 ведущими китайскими университетами, в частности, в этом году в ноябре мы запускаем, вот в этом месяце мы запускаем программу двойных дипломов с Леонинским университетом, который располагается в Даляне. По схеме 2 плюс 2 будут готовиться специалисты у нас и получат два диплома. Наш диплом и университета Леонин. Здесь не могу не остановиться на деятельности первого в мире института Конфуция, который был открыт при нашем университете. В 2004 году правительствами Узбекистана Китая было подписано соглашение и в 2005 году торжественно был открыт первый в мире институт Конфуция на базе нашего университета, который за свою 16-летнюю историю, деятельность провел очень много интересных, значимых проектов по продвижению популяризации Китая, китаеведения. В 2016 году первая леди Китая, супруга Си Цзинпина, посетила этот институт и дала очень высокую оценку деятельности этого института и до сих пор всячески поддерживает развитие этого института. Убежден, что проведение таких конференций будет способствовать углублению исследований в области китаеведения, повышению качества образования и расширению академической интеграции. Всем участникам конференции, а сегодня я вижу в этой зале собрана научная элита в области китаеведения, я желаю интересной продуктивной работы, научных результатов. Пользуясь случаем, руководству Казанского федерального университета и лично вам, Ильшат Равкатович, я признателен за приглашение и возможность выступить перед этой аудиторией. И пользуясь случаем, я хотел бы небольшой сувенир и несколько трудов по китаеведению, которые принадлежат мне, как экономисту китаеведа, хотел бы вручить библиотеку университета. Спасибо. 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 Позволю себе прокомментировать. Большое, во-первых, спасибо за добрые слова. И хочу сказать, что руководством Республики Узбекистан, президентом Республики, который совсем недавно был переизбран, чем мы вас всех поздравляем, значит, было принято решение, чтобы Казанский федеральный университет также открыл свой филиал Джизаки и первый год полностью узбекская сторона берет финансирование за свой счет. Поэтому вам большое спасибо за то, что наши взаимоотношения с Узбекистаном начались именно с вашего университета и Бигзу Рахмат за наше сотрудничество. Спасибо. Тогда слово предоставляем на выступление Ирины Федоровны Поповой. Спасибо большое. Дорогие коллеги, глубоко уважаемый Ильич Атравкатович, действительно, большая честь для меня, большое удовольствие и радость выступать сегодня на открытии конференции, потому что нас с Казанским университетом исторически связывают вообще очень многое. Не будем вдаваться, потому что у нас есть, конечно же, регламент. И я непосредственно перейду к своему докладу, в который... Пожалуйста, запустите. А, вот, пожалуйста. Есть презентация, которую я назвала «Собираемый пазл реконструкции рукописи до прочтения текста». Пожалуйста, дальше. Вот когда произносятся такие волшебные слова «восточная рукопись», воображение большинства людей, это проверено, рисует вот такую красоту. Как правило, это рукопись ближневосточная, как правило, это прекрасная каллиграфия, как правило, это замечательная орнаментация, это краски, это золото, это вот такая роскошь. Дальше, пожалуйста. Рукопись может быть вот такая, или дальше, пожалуйста. Вот такая, замечательная. Но, опять же, повторюсь, вот почему-то это всегда вот ближневосточные рукописи. Вот так они хранятся у нас, это наш арабографичный фонд. Это кодексы, то есть книги, которые сделаны вот в виде книги, хранятся они по-европейски, хотя правильная восточная традиция, она бы помещала их в горизонтальную плоскость. Дальше. Но ведь это же тоже рукопись. Вот это рукопись на пальмовых листах. Она произошла из Индии, в индийском фонде у нас хранится. Такая форма называется потхи, то есть лист укладывается на лист, да, действительно, еще раз повторюсь, что это пальмовый лист. И форма эта, дальше, пожалуйста, распространилась по всей Центральной Азии вместе с буддизмом из Индии. Вот так хранится у нас ганджур в собрании буддийских канонических текстов. И так же рукописи в такой форме происходят. Так, ничего, да? Происходят сейчас из Монголии, в Бурятии такими формами создаются. Дальше, пожалуйста. Дальше, дальше. Да. И вот свиток. Иногда задаешь вопрос, а вот свиток – это книга или нет? Да, это книга. Но книга в форме свитка. И действительно, вот такая форма, она была свойственна к Дальнему Востоку. Дальше, пожалуйста. Но форма эта была очень неудобна. И изобретательные монахи в буддийских монастырях стали создавать рукописи вот в виде гармоники. Дальше, пожалуйста. В виде тетрадочки. Вот так буддийские тексты записывались. И вот эта очень примечательная рукопись, она происходит в буддийский учебный текст из Дуньхуана. Это самая маленькая тетрадочка из Дуньхуанской коллекции, которая вообще существует в мире. Дальше. Но рукописи ведь не только сохранились в форме вот таких каких-то больших фрагментов. Есть и такие рукописи, пожалуйста. И они происходят из региона, поскольку конференция у нас посвящена Китаю, из региона, который мы называем Сириндией. Это фактически современный Синьцзян. И во второй половине XIX века туда устремились многочисленные экспедиции. Собирательство в тот период было продолжением большой игры. И самые большие универсальные музеи, которые созданы были в Европе, в Германии, во Франции, в России, вот в таких больших, выдающихся государствах, они, собственно говоря, создавались именно в этот период. Пожалуйста, дальше. И вот такие фрагменты, таких фрагментов у нас тоже много. Так они хранятся. Вот посмотрите, в конвертике. И каждая из них имеет свой шифр. То есть, есть ли даже дальше, пожалуйста. Вот. Есть даже вот такие мельчайшие фрагменты, на которых содержится, ну, вот видите, буквально один иероглиф. Рукопись IV-VI века, вот в виде такого фрагмента, она до нас дошла, и это тоже очень важно. Дальше, пожалуйста. Вот. Наш Сириндейский фонд, он насчитывает рукописи на самых разных языках, потому что этот регион необычайно интересен тем, что вот такой ханский регион, он, в общем-то, известен нам с середины XVIII века. Но до того здесь прошла буквально целая череда цивилизаций, которые, в общем-то, отличались и религиями, и этническим своим составом, ну, естественно, и письменностью. Далее. Далее. Большую роль в создании Сириндейского фонда сыграл Сергей Фёдорович Альденбург, непременно секретарь Российской академии наук, который долгие годы был также и директором Азиатского музея, то есть нашего института, и, собственно говоря, структуру института в академии создал именно он. И он стал первым директором института Востоковедения в 1930 году, который полностью находился в Ленинграде. Далее. Вот так хранятся некоторые рукописи, которые происходили вот из этого региона, Сириндия, и очень хорошо, если на конверте, в котором эти рукописи хранятся, сохранились наименования тех мест, из которых эти рукописи произошли. Далее. Но это бывает далеко не так. Вот, например, в качестве примера мне хочется упомянуть коллекцию Александра Ивановича Кахановского, который провел две недели в Турфане в разных местах, и, собственно говоря, в одном большом конверте он привез приблизительно около 300 фрагментов, которые вот хранились до недавнего времени под одним единственным шифром. Далее. Наши предшественники, рукописи, которые приходили в Азиатский музей, они сразу же получали изучение вот от лица тех людей, которых вот здесь, пожалуйста, вы видите на этом слайде, это, конечно, и Альденбург, и Василий Васильевич Радлов, и Залиман, Карл Германович, выдающийся иронист, Воробьев и Деситовский, муж и жена, которая, собственно, вот Маргарита Иосифовна недавно ушла от нас вот в ковидную эту эпоху. В общем-то, эти люди очень много сделали для того, чтобы ввести в научный оборот самые крупные фрагменты. Далее. Вот. Ну, это один, давайте не будем останавливаться. Далее. Вот один из таких фрагментов, который был одним из первых опубликован. Дальше. Дальше, дальше. Но оставались вот такие фрагменты на письменностях, языков которых уже нет. Они, народы эти, ушли с исторической сцены. Письменности были утрачены. Вот. То есть они утрачены были, так сказать, для пользователей. Но в виде фрагментов они сохранялись дальше. Вот. И вот в таком виде приходили рукописи в Азиатский музей. Вот посмотрите, пожалуйста, обратите внимание. Это фото 2004 года. Это последний дуньхуанский мешок. А таких было около 15. И вот в таком состоянии, кстати сказать, вот и в британской библиотеке есть такого, значит, состояния фрагменты. Вот они так приходили. Они были пропитаны лесом. Они были, что называется, не очищены от такой пыли столетий и дальше. Но силами наших реставраторов они были возвращены к жизни. Вот это самые большие фрагменты из того самого дуньхуанского мешка, который я только что продемонстрировала. Вроде бы, понимаете, они небольшие, но они, вот, например, самый крайний правый, вот обратите внимание, фрагмент, он содержит всего лишь две строчки. Строчка содержит дату, это 754 год, и название ведомства, куда направлялось письмо до нас недошедшее. И есть иероглиф, который обозначает совершенно секретно. То есть уже хотя бы по этим двум строчкам мы можем установить, что вот в такое-то ведомство можно было направить письмо, которое имело совершенно секретное содержание. Для полувоенной администрации пограничного региона Китайской империи это было очень важно, и со временем для историков, конечно, безусловно, вот этот фрагмент, он свою роль сыграет. Здесь мы попытались продемонстрировать, ну зачем восстанавливать эти фрагменты. Вот на примере деятельности наших коллег из университета Рюкоку можно, так сказать, увидеть и показать, что вот некий фрагмент, который уже был давным-давно опубликован, но вот то, что они восстановили по тексту, по тексту в данном случае сутры, вот можно видеть, что вот какие-то разночтения читается, что-то такое, в общем, короче говоря, все это очень важно для воссоздания и религиозной, и этнографической, и политической ситуации данного региона нынешней Китайской Народной Республики. Дальше. Вот, ну я не буду, пожалуйста, вот сейчас, да, это очень важно отметить, дело в том, что когда-то наши предшественники, они действительно не имели ни вот таких возможных технологий, которые, значит, позволяют восстанавливать фрагменты по, так сказать, по трепетоке, но сейчас появился такой ресурс, мы его называем светом, но это не с бета, это с бета, это электронный ресурс, в котором представлено трепеток, и установив буквально по нескольким иероглифам какие-то данные, вы можете без труда найти ту часть буддийского канона, к которому относится вот данная конкретная, предположим, сутра или буддийский текст, иного содержания, который вот в трепеток в ходе. Дальше, вот, дальше, пожалуйста, не будем останавливаться на этом, вот, это пример того, вот, в данном конкретном случае, который наш коллега Петер Цимми вот установил, вот, я уже упоминала, что Синзиан во второй половине 19 века, в начале 20-го, буквально избороздили экспедиции европейских стран, и они проводили раскопки в самых разных местах, и так получилось, что фрагменты одних и тех же текстов, они находятся в собраниях, в нашем берлинском Турфанфоршунге, или в Париже, или в британской библиотеке, вот это пример того, как наш замечательный профессор Петер Цимми установил, вот, так сказать, текст, староуйгурский текст, по фрагментам, которые хранятся в Берлине и хранятся у нас. Далее, вот, далее, пожалуйста, значит, с начала 90-х годов существуют самые разные ресурсы, которые представляют вот такого рода мельчайшие фрагменты в интернете, в, так сказать, сети онлайн, вы можете, как исследователь, можете войти и, что называется, проверить, вот, ваш фрагмент, он относится к какому-то более так скажем так, известному тексту. Это, конечно, и Турфан Форшунг, то есть это исследование Турфана в Берлине, которое продолжает это самое, так сказать, одна из самых ранних, потому что есть еще международный Деньхуанский проект, которому более 20 лет, который ставит собой целью вот в интернете представить эти фрагменты. Далее, пожалуйста. Ну, мы, так сказать, от этого, далее, пожалуйста, мы от этого процесса не захотели оставаться в стороне, и вот в рамках программы создания новых лабораторий мы создали в конце 2018 года в составе отдела рукописей документов нашего института лабораторию Сериндика. Далее. Вот, ну, так получилось, что действительно, что вот мы, как это все очень модно, создавать молодежную лабораторию, но она у нас действительно получилась молодежная, когда мы ее создавали, средний возраст был 34 года, но вот в процессе пути они успели подрасти, и на вчерашний день вот этот самый средний возраст сейчас равняется 38 годам. Самому старшему 45 лет, самый молодой лет 27, сейчас дальше, пожалуйста. Вот. Ну, здесь достаточно мелко плохо видно, но это вот, так сказать, тот интерфейс, который был создан нашими компьютерщиками для того, чтобы вписаться вот в эту общую систему, общеевропейскую, которая действительно очень важна, потому что со временем, конечно, вот все эти базы данных, они будут как-то сопряжены друг с другом, поэтому тут далее, пожалуйста. Нам очень важно следовать вот этой системе описания, которая вот здесь представлена, общие сведения, общая информация, топографическая о фрагментах, дальше. Вот. Тексологические, тут автор текст, но это я сразу хочу сказать, там дальше я продемонстрирую, это не очень все реально воплотить дальше. И вот эта вот часть кодекологическая, вот она самая главная. Дело в том, что сейчас, конечно, вот что называется, всплывает в таком пользовании мирового сообщества очень мало рукописей, очень мало, они, как правило, очень фрагментарны, и поэтому вот эти самые данные, которые касаются типа письма, типа бумаги, расстояния между строчками, акшерами и разными прочими элементами, они необычайно важны для того, чтобы вот эти вот мельчайшие фрагменты, вот то, что остается против снятых уже, как говорят, сливок, вот этих текстов, вот это очень важно и очень перспективно. И мировое исследование письменных рукописей на восточных языках, вот, я имею в виду данный, конечно, конкретный регион, потому что, естественно, в регионах Ближнего Востока, в домах, которые, ну, ранее, как-то так сказать, в эпоху богоборчества скрывали, какие-то тексты, какие-то рукописи, они сейчас, в общем-то, становятся доступны, но вот эти вот мельчайшие фрагменты, их необычайно важно изучать вот с точки зрения кодекологии. И вот у нас на следующей неделе будет вторая кодекологическая конференция, кто-то, если захочет присоединиться, пожалуйста, мы приветствуем, она будет на будущей неделе, далее, далее, вот, далее, пожалуйста, мы не будем, это восстановление текстом, далее, не будем, времени нет, вот разные тексты, да, еще, вот здесь остановимся, вот посмотрите, пожалуйста, здесь вот то, что, собственно говоря, наша лаборатория делает, то есть эти фрагменты, изображения с их описанием, они, в общем-то, будут доступны, сейчас доступна та часть, которая была уже опубликована, и результатом этой деятельности стал каталог древнеуйгурских рукописей из нашей коллекции, первый том, вот вы посмотрите, идентифицирован в данном конкретном случае только один фрагмент, только один фрагмент, далее, вот, да, да, вот, последнее, да, я последнее, что хочу сказать, дело в том, что сейчас вот задача перед такого рода лабораториями, как вот у нас создана, как существует вот в мире, создание массового фонда, фонда массового материала, то есть вот из чего-то нужно выбирать, то для чего складывается вот этот самый собираемый пазм, это очень кропотливая, очень такая, знаете ли, неблагодарная, но это очень перспективная работа, то есть она будет благодарна, но не сейчас, а то, что мы делаем сейчас, это, конечно, ну, такое, значит, исследование рукописной культуры, манускриптологии на новом этапе, поэтому я благодарю вас за внимание, большое спасибо нашей работе. Большое спасибо за восхитительное сочетание академической точности, фантастически интересной формы представления, и не только. Перед тем, как предоставить слово Алексею Александровичу Маслову, хочу сделать небольшое объявление, поскольку у нас по программе еще предусматривается общее фотографирование, пока еще мы все здесь, пока еще расписание нашего уважаемого ректора не заставляет перейти к следующему мероприятию, то прошу быть просто всех присутствующих морально к этому готовыми. Теперь же, пожалуйста, слово предоставляется Алексею Александровичу Маслову, директору Института страны Азии Африки, Московского государственного университета. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемый господин ректор, уважаемый господин советник и уважаемая Ирина Федоровна, потому что мне очень приятно выступать сразу же после такого рассказа о самой известной классике, пожалуй, от имени самого классического института, который занимается восточными рукописями. Я хотел бы немного остановиться на аспектах современных, на аспектах, которые связаны с новыми форматами российско-китайских отношений и которые, конечно же, во многом базируются, на мой взгляд, на плюсах и минусах того уровня развития китовидения, который мы имеем сегодня. Я напомню, что в 2014-2015 году Россия провозглашает довольно раскрученный в плане пиара курс «Разворот на Восток». Это стало очень известным лозунгом, это многократно опубликовалось, и уже тогда, я напомню, что многие эксперты именно по Китаю, не по международным отношениям, не по политологии, говорили о том, что сам по себе «Разворот на Восток» звучит, мягко говоря, оскорбительно для наших восточных партнеров. Потому что, честно говоря, если мы обратим взоры на историю, а мы как раз большинство присутствующих в зале так или иначе все-таки принадлежат академической среде, мы понимаем, что это абсолютно колониальная лозунг. И вот эта вот идея разворота на Восток, сформулированная не китовидами, не востоковидами, на мой взгляд, и отражает чрезвычайно глубокий разрыв между тем академическим сообществом, которое, безусловно, есть в России, сообществом китовидов, и теми, кто формулирует целый ряд политических идей. Это очень плохо. И, как мы видим, вопрос, который тогда задавался про разворот на Восток, что является содержанием этого разворота на Восток. И как раз, мне кажется, что сама по себе идея активизации взаимодействия с Китаем, вообще с нашими восточными партнерами, идея была очень правильная. Но не будучи подкрепленной экспертным сообществом, она не реализовалась в полной степени. Это как раз одна из проблем, которая стоит сегодня, на мой взгляд, перед современными исследованиями Китая. Это проблема имплементации наших знаний в области практических дел. Действительно, Россия сегодня является одной из ведущих стран в области изучения Китая. И мы здесь судим не только по количеству трудов, конечно, наши западные партнеры обходят по количеству публикаций российские университеты. Я сейчас говорю, конечно, такие крупнейшие британские, французские, американские центры. Но мы говорим сейчас о другом, о том, что Россия – это та страна, которая исторически всегда соприкасалась с Китаем. И Россия вырабатывала уникальные методы взаимодействия. И время от времени эти методы подходили к истощению своего ресурса. И Россия тогда изобретала новые методы, и Китай здесь в данном случае поддерживал. И мы сейчас находимся, на мой взгляд, еще на одном этапе. Это этапе пересмотра тех моделей, которыми мы развивались с Китаем за последние десятилетия. Я обращу внимание, что за последние десятилетия мы обращали внимание больше всего на развитие торговли, трансграничной торговли, прежде всего. И это очень удобная цифра для отчетов. И действительно, торговля между Россией и Китаем в целом очень успешно растет, даже в сложные коронавирусные времена. Мы гордимся, что в прошлом году мы вышли на цифру 108 миллиардов долларов двусторонняя торговля. И в этом году, конечно, это будет больше. И действительно, это хорошая цифра, здесь нечего скрывать. Но при этом Китай активно торгует со своими европейскими партнерами почти на 700 миллиардов долларов. Несмотря на все противоречия с США, Китай торгует США более чем на 630 миллиардов долларов. При этом Россия, как абсолютно точно и правильно отмечали здесь уже выступающие, является важнейшим партнером Китая. И сегодня российско-китайские отношения, следуя официальной формуле, находятся на самом высоком уровне развития. Таким образом, мы можем четко понимать, что торговля и торговые цифры не выражают общие тенденции российско-китайских отношений. Или смотрим по второй важной цифре, которая реже называется, это объем накопленных инвестиций Китая в Россию. Он тоже невелик. По разным подсчетам, поскольку нам приходится подсчитывать и прямые, и косвенные инвестиции, они составляют от 25 до 30 миллиардов долларов. И это крайне малые инвестиции, потому что сегодня, например, мы видим, что накопленный объем инвестиций Китая в США составляет больше 220 миллиардов долларов. И только за один 2017 год Китай вклад вложил в США более 47 миллиардов долларов, только за один год. Таким образом, и это нам не показывает реальный уровень развития отношений. Значит, цифры не всегда говорят о том, каковы реальные российско-китайские отношения. То есть мы прекрасно понимаем, что они выходят за, собственно говоря, торговое сотрудничество и товарные обмены. И вот здесь как раз мы подходим, на мой взгляд, это началось как раз в прошлом и позапрошлом году, как раз коронавирусный сложный год, это все-таки что объединяет Россию и Китай в плане взаимодействия. Во-первых, конечно, это политические интересы, мы это хорошо понимаем. Но политические интересы требуют от нас глобальных формулировок. И вот когда наша глобальная формулировка идет в плане установления открытого мира, бессанкционного мира, это официальная формулировка, которую мы сейчас даем, это очень важный момент. Мир вне границ и без ограничивающих барьеров. Но здесь требуются более глобальные идеи, над которыми сейчас Россия и Китай работают. Идеи, которые не только связаны с экономическими вещами, но связаны, на мой взгляд, еще с одним пунктом, который мы начинаем формулировать, это фундаментальные ценности. Это то, собственно говоря, что по-настоящему объединяет Россия и Китай. Не объемы торговли, не какие-то вещи, связанные непосредственно с экономикой. Потому что объем торговли, мы должны признаться, связан с уровнем развития экономики страны. И мы торгуем ровно настолько, насколько сейчас Россия может торговать. И я не думаю, что Китай закупал бы в России меньше, если бы Россия могла предложить больше. Вот это мы переходим к важным вещам, какие фундаментальные ценности нас объединяют. Безусловно, это ценность исторической памяти. Это то, о чем мы сейчас говорим. И, собственно говоря, то, что упоминал господин консул, это вопрос той истории, через которую мы проходили. И история для России, для Китая – это высочайшая ценность. Китай-веды прекрасно понимают, что история для Китая – это прецедент, всегда прецедент исторический, очень важен. Так же, как и прецедент российский исторический. Они не совпадают, но они важны. Второй момент – ценность государства. Нравится нам это или не нравится, но абсолютная роль государства в развитии всех институтов, власти, культуры для России, для Китая является важнейшим фактом. И это закреплено в истории. Третий важный момент – это семейные ценности. Семейные ценности, которые действительно упираются, которые представляют собой фундамент взаимодействия государства и власти, потому что семья – это то, до чего доходит государственная власть и в России, и в Китае. Четвертый момент – это фундаментальные ценности с развязанной с рабственностью. Посмотрите, какие сейчас идут тенденции в Китае, особенно за последний год – это во многом контроль над различными шоу на телевидении в Китае, это контроль над целым рядом публикаций. То есть интернет, что в России, что в Китае, представил абсолютно новую информационную реальность, которая пристраивает сознание людей во всех странах мира. И здесь каждое государство делает для себя очень важный выбор, позволяет ли этому быть бесконтрольным. Сейчас мы не говорим лишь о каких-то деструктивных высказаниях, мы говорим о том, какие ценности транслируются. Транслировать вещи простые и деструктивные всегда проще, чем ценностные, потому что они сложнее, они требуют напряжения. И вот Китай, на мой взгляд, раньше, чем Россия, задумывался не над тем, что есть сегодня, над тем, какое поколение придет лишь через 15-20 лет к управлению страной, то, которое воспитывается на ТикТоке, на Доуине, на других публикациях. Потому что то, что сейчас происходит, нормально. Важно, что будет происходить через 10-15 лет. И Россия к этому подходит крайне сейчас аккуратно, осторожно. У нас есть другие традиции регулирования, но в любом случае мы здесь смотрим на одно и то же. На то, что транслируют нам сегодня самые популярные шоу в интернете, в Ютьюбе. То есть к чему мы приучаем сейчас молодое поколение. Вот здесь я опять, прошу прощения, буду определить Кирилю Федоровичу, не потому что она сидит рядом, а потому что мне очень понравилась вот эта молодежная лаборатория, которая была в основном. Это гениальная же идея. То есть когда приходит другое поколение, то есть это молодые люди, которые все-таки, я думаю, что получили воспитание не только на Ютьюбе, они получили хорошее климическое воспитание, поэтому мы можем создавать лаборатории. Если бы мы получали сейчас только воспитание в этом плане, мы бы не имели академического развития. Точно так же посмотрите, как внимательно Китай сейчас подходит к репетиторству. Мы знаем, что практически частное репетиторство, бесконтрольное, было так или иначе запрещено или отрегулировано, потому что оно не включает никаких национальных идей, потому что репетиторство всегда заинтересовано в зарабатывании денег, это нормально, но оно не транслирует национальные и нравственные идеи. И вот это то, что практически мы говорим сейчас о Китае, это, в общем, актуально и для нас. Вот эти духовные и нравственные ценности нас сейчас начинают сближать. И если Россия и Китай смогут сформулировать эти ценности не только для себя лично, но и для глобального миропорядка, тогда мы можем представлять свои глобальные идеи. Пока что единой глобальной идеи у России и Китая нет, и это очень большой момент. Нам сейчас надо думать не над тем, что происходит сегодня, а над тем, какое поколение политиков придет к власти через 15-20 лет. Сегодня и с российской, и с китайской стороны мы научились переступать через очень многие конъюнктурные соображения. Да, действительно, между Россией и Китаем есть трения, и они есть повсеместно, и это нормальный способ взаимодействия двух крупных держав. Мы можем спорить по вопросам урегулирования проблем безопасности в Центральной Азии, мы можем урегулировать проблемы в Африке, в Латинской Америке, но так или иначе мы научились переступать через мелкие соображения, потому что есть и более крупные вопросы. Обстоятельства нас сегодня сблизили заметно и заставили нас как раз отойти чисто от экономического мышления и перейти к переосмыслению исторических тенденций. Это прекрасно. Но обстоятельства могут меняться, и придет новое поколение через 15 лет в политику, в науку придет, безусловно, в экономику. И очень важно, кого мы сегодня воспитываем, насколько они смогут преодолевать те же самые сложности, которые будут через 20-25 лет. Сегодня мы крайне увлечены созданием китай-ведческих центров, потому что, конечно, Кида – это модно. И, безусловно, любой университет, который открывает у себя китай-ведение, сразу же привлекает много-много учащихся. Но какие вещи мы закладываем в обучение помимо китайского языка и помимо стандартной истории Китая – это очень большой вопрос. Насколько те люди, которые сегодня воспитываются в университетах, а вы знаете, в России сегодня более чем 210 официальных университетов преподают китайский язык, является оно китоведением или нет, это вопрос другой. Насколько вот в этих 200, грубо говоря, это 20% от всех российских университетов. Это самая большая цифра по всему миру в процентном отношении, где преподается китайский язык. Вот есть ли там новые методологии? Потому что мы смотрим, что сегодня наши партнёры на Западе внедряют, не изменяя самой сути подготовки, внедряют очень много новых методологий. Это лонгитюдные исследования, это обработка больших массивов данных. Опять-таки, прошу прощения, что апеллирую к Ирине Фёдоровне, потому что только что мы увидели чудесный интерфейс, который и обработку больших массивов данных, связанных с восточными рукописями. То есть использование современных методов не противоречит традиционным исследованиям, народ подкрепляет их. И если, например, мы сегодня исследуем политические элиты в Китае или экономические элиты в Китае, мы не можем сейчас исследовать, просто копаясь в интернете. Нам нужны огромные массивы данных. И вот этот прорыв в новые технологии исследований – это и есть новое китаеведение, новое воспитание. И вот таким образом наша задача сейчас, на мой взгляд, разрабатывая новые модели взаимодействия с Китаем, не отстать в интеллектуальном и в экспертном отношении. Чтобы вот той системы, когда кто-то формулирует за нас модели российско-китайского развития, а востоковеды и китаеведы говорят, вы знаете, нет, так нельзя, просто надо по-другому развивать отношения с Китаем, с Востоком, потому что есть исторический опыт. Вот этого не должно повторяться никогда. И в этом плане, на мой взгляд, очень важно, что и в данном случае в Казани, и вообще по всей России проходят серьёзные конференции востоковедов, китаеведов, которые обсуждают сущностные проблемы. Сущностные проблемы того, что мы изучаем и как мы будем развиваться в дальнейшем. Поэтому, действительно, я ещё раз хочу поблагодарить организаторов конференции за то, что уже не первый год собирают здесь нас всех вместе. И мне очень кажется важным, чтобы знания китаеведов были восприняты не только студентами, но и российскими властями. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, мы продолжаем нашу работу. В наших рядах сегодня присутствует, что называется, воплоти, ординарный профессор высшей школы экономики, научный руководитель кафедры международно-экономических отношений нашего Института международных отношений Казанского федерального университета, Рустам Махмутович Нуреев, которому я с удовольствием и предоставляю слово. Ну, все-таки, уважаемых коллег, я заклинаю всеми святыми все-таки более или менее придерживаться регламента. Я постараюсь, спасибо. Да, спасибо огромное. Слушай внимательно. Так, пожалуйста, да, презентацию. Можно следующий уже слайд. Значит, я несколько... Следующий слайд, пожалуйста. Да. Несколько экономических данных, тем более, что вот мой предшественник Виктор Лавреневич очень объективно оценил ситуацию, и мне кажется, что вот мой доклад будет в продолжении того, о чем он говорил, хотя я буду говорить не о самых последних событиях, а о тех предпосылках, которые были сделаны. Если мы посмотрим на... Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояние, то мы увидим, что, смотрите, на протяжении тысяч лет никаких сильных изменений. Это ВВП на душу населения. Тут почему-то съелся верх слайда. Будем надеяться, что другие будут видны. Не изменялся. И только вот последний период, самые последние годы, начался стремительный рост. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующий можно. Да, но вот тут действительно, к сожалению, верхнего не видно строчки. Да, вот так лучше, наверное, будет. Аграрная реформа как основа экономического роста. Вот на самом деле эти изменения, которые предопределили стремительный рост валового внутреннего продукта на душу населения, в том числе и в Китае, были связаны или заложены, во всяком случае, в ходе реформы цен Китая в 79-м году. Вот здесь представлена схема. Старшее поколение помнит, как у нас колхозы платили. Был, соответственно, государственный план. Он в Китае был аналогичный. А, соответственно, за сверхнормативную, за сверхплановую продукцию была надбавка. И реформа началась, развивая вот эти советско-социалистические, если хотите, принципы. Единственное, что изменилось. Изменилась сама надбавка, если, соответственно, госплан цены на 22%, а, соответственно, сверхплановая продукция к этому уже более высокому уровню, еще 40 с лишним процентов. Следующий. И это имело совершенно неожиданный рост. Но неожиданный рост был связан не только с ценовой политикой, а с тем, что колхозы заменили единоличное хозяйство, то есть то, что по-английски называется Household Responsibility System. В результате колоссальный, совершенно неожиданный рост сельскохозяйственной культуры, вот смотрите, 52-78-й, было в среднем 2,5-й, тоже рост неплохой для современного мира. И тут почти 6%. И это касалось и зерновых, и хлопка, и животноводства. Единственное, что стало гораздо хуже, это, как ни странно, рыбное хозяйство. То есть оно способлено было не к единоличному, а к коллективным формам, картельным формам производства, поэтому это. Но оказалось, что надо выплачивать огромные суммы крестьянам, и пришлось от этого отказаться. И вот обратите внимание, соответственно, этот прекрасный период в 1984 году отменили, и резко произошло снижение темпов роста. Резко произошло снижение темпов роста. А вот лично, как объяснить вот этот стремительный рост, который был в 1978-1984 году? Следующий, пожалуйста. Я понимаю, что большая часть этой аудитории не экономисты, я постараюсь на пальцах объяснить эту сложную модель, которую использует американский экономист китайского происхождения Жюстин Лин. Он берет это все в логарифмической форме и рассматривает основные элементы. Вы знаете, что любой процесс производства, включая в себя землю, труд, капитал, но он отдельно выделяет удобрения. Оказалось, что вот переход от колхозного производства к единоличному хозяйству резко увеличилось рациональное использование удобрений. То есть их не сваливали в кучу, как это было и в Советском Союзе, и никто о них не заботился, а в нужное время азотные, калийные и фосфорные удобрения доходили. Кроме этого, вот следующее, это Household Responsibility System, то есть это переход к индивидуальным хозяйствам. Дальше, соответственно, учитывается, что сами эти хозяйства могли заниматься не только производством зерна, но и производством других культур. Следующий, ну, я не буду говорить о мультикалиниарности, поскольку действительно аудитория к этому не слишком подготовлена. Следующий слайд, пожалуйста. Я только хочу обратить внимание, а за счет чего же такой стремительный рост? Вот, если вы посмотрите, хотя видно не очень хорошо, оказался основной рост за счет как раз рационального использования факторов производства. Вот удобрений. И за счет того, что каждое христианство стало более эффективно использовать те ресурсы, которые оно имело. К чему это привело? Это привело к повышению следующей суточной калорийности питания и производства продовольствия. Вот обратите внимание, какой стремительный рост. Сейчас уже Китай ближе к странам, естественно, Северной Америки и Европы, чем к африканским, азиатским и другим странам. Вот эта нижняя стройчика, это Китай, это, соответственно, калорийность на душу. Вот она тут на первых строках, это 2000 год, а последний, это 2020 год. Последние данные, которые опубликованы. Пожалуйста. Дальше. Значит, нет, предыдущий слайд совсем пропустили. Да, вот этот. Значит, роль Китая в мировом производстве, продовольствии после этой реформы стала стремительно расти. И вы видите, среди основных производителей пшеницы, кто у нас лидирует? Китай. Дальше. И не только производители, но и потребители. Вот основные потребители пшеницы. В прошлом году, соответственно, первое место занимает Китай. Рис следующий. Тоже самый крупный производитель риса. Китай следующий. И вот видите, основные потребители риса в мире тоже Китай. Но больше удивляется следующий, пожалуйста, слайд. Это морепродукты. Выясняется, что третья часть всех производимых в мире морепродуктов, это приходится на Китай, как, впрочем, и примерно третья, как мы увидим попозже, на производство овощей и фруктов. То есть вот мы видим, что и речная рыба, и морская, и морепродукты, и так далее, они гораздо и успешно производятся в этой стране. Следующее. Ну, по мясу тут ситуация не такая. Мясо-то примерно чуть больше 20% приходится на Китай. А вот что касается следующей производства овощей, то каждый третий фрукт, который потребляется в мире, он произведен в Китае. Это при том, что я напомню, что население Китая – это не треть, а пятая часть, даже меньше чуть-чуть пятой части населения земного шара. И причем вот этот рост был заложен как раз в ходе той реформы. Это предопределило стремительную динамику валового внутреннего продукта, следующий, пожалуйста, слайд, который продолжает расти. Поэтому даже тогда, когда везде спад, я как-то выступал в Бенчине во время кризиса 2008-2009 года, в 2009 году, они говорят, кризис, кризис, какой кризис? У них просто занижение было темпов роста, тогда как во всем мире был действительный кризис. Следующий. Значит, динамика Китая по сравнению с другими странами, вы видите, довольно стремительно развивается эта страна, вот вторая там линия, которая показана. И это, конечно, приводит, это уже данные любопытные для историков, которых здесь довольно много, пожалуйста, следующий слайд. Это Мэдисон подсчитал долю различных стран в мировом валовом внутреннем продукте с первого года и с первого века нашей эры до 2008 года. Ну и вот вы видите, Китай, это желтая, то есть, ну, мне тут нельзя показать, вот вторая, значит, это остаток, резко снижалась доля вот этого желтого замечательного цвета. И обратите внимание, как оно стремительно растет сейчас и продолжается этот рост. Тогда как США и другие развитые страны, их доля в мировом валовом внутреннем продукте заметно снижается. Ну и если мы возьмем тоже исторические сравнения, они довольно любопытные, сделаны Мэдисоном, пожалуйста, это Россия и Китай. Следующий слайд. Вот вы видите, соответственно, Россия увеличивалась в сравнении с Китаем с 1700 по 1913 год, вот, и в том числе на душу населения там почти в три раза превышало того, что было. К сожалению, сейчас ситуация совсем иная. Пожалуйста, следующий слайд. Вот это соотношение ВВП России с другими странами, но я не буду говорить о США, Германии или Франции, а с Китаем. Меньше 32% в 2005, 29% в 2008 и в 2025 по расчетам Кудрина будет чуть больше 17%. Дальше. Ну, правда, ситуация на душу населения пока не столь катастрофична, как вот эти совокупные данные, но, тем не менее, сейчас Китай активно обсуждает проблемы более, так сказать, равномерного распределения доходов, потому что при прежней провинции, они заметно, ситуация лучше, и есть опасность, что они оторвутся от континентального Китая. Следующий, пожалуйста. Поэтому вот сейчас во всем мире стоит проблема уменьшения наиболее богатых. Ну, вот следующий слайд, если вы посмотрите, вы видите, это типично и для Соединенных Штатов, и для Великобритании, и для Индии, ну, и вот Китай тоже. То есть, если мы возьмем, скажем, какой-нибудь 1918 году, то в Великобритании 1% населения в это время владел 72% национального богатства. Сейчас таких стран нет. Сейчас во всех странах вы видите довольно ярко выраженные тенденции к тому, что доля самых богатых людей уменьшается. Хотя не каждый год и не каждый день, но если мы возьмем за 100 лет, то это будет очевидно. И эта тенденция, хотя тоже вот неравномерно, типично и для Китая, он как раз там самом низу. Следующий. Ну, я не буду тогда злоупотреблять хорошим ко мне отношением председателя пленарного заседания. Я только хочу обратить внимание, что численность населения росла, но дело не только вот в увеличившейся численности Китая с 1950 по, соответственно, 30-й год. Это расчет Мэдисона. Но и по душевой ВВП также вырастет следующий и еще следующий. Вот. Тоже. То есть, получается, что ВВП растет, тем более на душу населения при такой огромной стране, такими же темпами, как и численность населения. Ну, и несколько слов о перспективе. Следующий можно пропустить, а вот этот оставить обязательно. Вот, обратите внимание, Китай. Сегодня говорили, что второе место, но есть расчеты с учетом паритета покупательной способности, которые говорят, что уже Китай на первом месте. И что, во всяком случае, примерно столько же, сколько США, если считать не по номинальным данным, а по паритету покупательной способности. В 1930-м году разрыв этот увеличится, а к 1950-му году Китай в полтора раза будет больше произойти, чем Индия, которая к этому времени перегонит и Соединенные Штаты. Таким образом, ситуация довольно стремительно развивается, меняется. И нам надо, как говорила Алиса, в стране чудеса за всех сил бежать, чтобы оставаться на том же самом месте. Но вот тут есть и Россия, которая, видите, в 2014-м году занимала шестое место, в 1930-м году будет занимать седьмое, и дай Бог, если в 1950-м году сохранит восьмое место. Следующий слайд и еще следующий. Спасибо за внимание. Я уложился, по-моему, во время. Спасибо. Спасибо громаднейшее. Когда, я так понимаю, все-таки удалось нам соблюсти разумный компромисс между содержательностью, между глубиной, между тем посылом, который, я надеюсь, был уловлен нашей аудиторией. Особенно это касается наших молодых участников, которые тут мне хорошо видны. Спасибо огромное. Продолжаем нашу работу. Следующий у нас доклад состоится на платформе Zoom. Слово предоставляется профессору Школы Востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрею Незовичу Корнееву с темой доклада «Дискуссия о традиционных ценностях в борьбе с эпидемией коронавируса в Китае». Тоже еще раз призываю придерживаться регламента. Прошу. Спасибо. Спасибо. Меня слышно? Более чем. Спасибо большое. Уважаемые председательствующие, уважаемые коллеги, большое спасибо за возможность участвовать в этой представительной конференции. Я в своем сообщении хотел бы затронуть тему пандемии коронавируса, которая сейчас является одной из таких важных тем международных обсуждений, международных дискуссий. И, конечно же, Китай – это страна, которая особое внимание привлекает, поскольку Китай был первоначальным очагом возникновения коронавируса. Затем Китай очень быстро сумел, благодаря мобилизации медицинских ресурсов, фактически мобилизации всех возможных ресурсов буквально уже в марте прошлого года остановить коронавирус и создать условия для восстановления экономической жизни. Но помимо обсуждения вот этих административных мер, которые китайское правительство приняло в международных дискуссиях, также возник вопрос о ценностях и так называемых азиатских ценностях, которые в свое время об этом много говорилось, в 90-е годы, и сейчас как бы снова эти дискуссии возобновились. Я хотел бы в качестве подтверждения сослаться на вывод бразильского журналиста-международника Пепе Эскобара из гонконгского аналитического журнала Asia Times, который одним из первых инициировал вот эту дискуссию, и заголовок его статьи в апреле прошлого года звучал так «Ковид или COVID-19, двоеточие, Конфуций выигрывает коронавирусную войну». И он как бы в качестве отправной точки взял рассуждение известного корейского, вернее швейцарско-немецкого философа корейского происхождения Хан Бюн Чула, который писал тоже весной прошлого года, что азиатские страны такие как Япония, Корея, Китай, Гонконг, Тайвань или Сингапур, они стали победителями в борьбе с этой инфекцией. Эти страны обладают, цитирую, авторитарным менталитетом, уходящим корнями культурную традицию конфуцианства. Он как бы пояснил свою мысль, он писал, что люди в этих странах менее склонны выражать возмущение, более послушны, чем в Европе, они гораздо больше доверяют своим правительствам, повседневная жизнь в этих странах гораздо более организованная, но самое важное в том, что в стремлении побороть инфекцию азиаты, ну, так пишет автор, с готовностью поддерживают повсеместное использование цифрового надзора. И хотя большую часть успехов китайского правительства все-таки приписывают преимуществам существующего в Китае общественного строя, то есть общественный строй, который позволяет в критических ситуациях мобилизовывать неограниченные людские, материальные и прочие ресурсы. Но вот эта вот тема благотворной роли традиционной культуры, традиционных ценностей, она, судя по всему, стала получать такую систематическую поддержку. И вот как бы в своем сообщении я как раз и хотел обратить внимание на то, что вот это вот подчеркивание ценностей, подчеркивание конфуцианской культуры как непременной составляющей успеха в борьбе с этой беспрецедентной угрозой. Это действительно как бы признак сегодняшних дискуссий в Китае. Но я хочу взять не конфуцианцев, не специалистов по традиционной философии, а вот взять таких, ну как бы, мейнстримных ученых, которые комментируют самые важные проблемы внутренней и внешней политики Китайской Народной Республики. Вот один из таких – это профессор Дин Цанжун из Народного университета. Он замдиректора Института международных отношений Жэньда, то есть Народного университета. И вот он один из таких наиболее заметных, что ли, комментаторов внутренней и внешней политики Китая, он как раз очень много высказывался на тему того, что на фоне провала западных стран успешнее других выступили страны так называемого конфуцианского ареала. Ну, он примерно повторяет тот же самый список стран. Это две Кореи, Япония, Вьетнам, Сингапур, Малайзия, материковый Китай и такие территории, как Тайвань, Гонконг и Макао. Он тоже ссылается на этого, швейцарско-немецкого философа корейского происхождения, который, ну, в общем, они все подчеркивают, что у этих стран есть похожие конфуцианские установки. Например, такие, как в Китае называется иминь вэйбэн, рассматривать народ в качестве основы. Или, например, коллективизм, чувство сплоченности в кризисных ситуациях. Все это как бы противопоставляется западным принципам индивидуализма и социального дарвинизма. Кроме того, по мнению вот вышеупомянутого Дин Цанчжуна, страны конфуцианского ареала, они демонстрируют более совершенные компетенции государственного управления и менеджмента. Вот. Но вообще сам Дин Цанчжун, он, так сказать, очень много выступает по телевизору и выступает в том числе и на молодежную аудиторию. То есть это действительно один из тех людей, которые формируют общественное мнение. И он как бы считает, что именно вот за пределами Запада только страны конфуцианского ареала смогли успешную индустриализацию существить, без которой, собственно говоря, невозможно создать современные государства. Вот второй такой комментатор, о котором я успею, наверное, тоже сказать, это Джан Вэйвэй, директор Института китайских исследований Фуданьского университета, человек, который в этом году, в мае месяце, был лектором во время коллективной сессии учебы членов Полетбюро ЦК. То есть это как бы наивысший, что ли, уровень признания авторитетности. Вот Джан Вэйвэй, который тоже говорит о том, что наши китайские ценности, так же, как и многие элементы азиатских ценностей, очень полезны в том, чтобы, значит, вот в этой кризисной ситуации обеспечить успешную борьбу против пандемии. И он пишет, что на самом деле мы верим, что многие ценности китайского народа и других азиатских народов на самом деле более гуманны и рациональны, чем те, которые исповедуют на Западе. Вот видите, как пандемия снова актуализировала вот этот классический спор о азиатских и западных ценностях, которые когда-то, когда-то в 90-е годы вели Ли Куан Ю, отец сингапурского чуда, и Махатхир Мохаммед, до сих пор действующий такой авторитетный политик в Малайзии. И вот Джан Вейлей, который всячески подчеркивает, и в том числе, наверное, и в лекции перед членами высшего партийного руководства, он как бы говорит о том, что, ну, в общем, он ратует за успешный опыт Сингапура, в котором Ли Куан Ю поощрял 8 конфуцианских добродетелей. Я их назову верность, Джун, сыновня, почтительность, Сяо, гуманность, Жень, человеколюбие, Ай, соблюдение приличий, Ли, справедливость и честность, лень и чувство стыда. Интересно, что последние четыре ценности, вот эти Ли и Леньши, они в свое время были главными принципами кампании «За новую жизнь», которую Чан Кайши в 1934 году объявил. То есть вот как возвращаются вещи, которые, казалось бы, как бы уже давно ушли и вряд ли возвратятся. Но вот мы видим, как в изображении таких ученых авторитетных, как упомянутые мной Дин Цанчжун, Джан Вэйвэй и многие другие конфуцианские ценности получают фактически новую поддержку со стороны официальных инстанций. И они тем самым органично вплетаются в тот набор официальных принципов, установок и каких-то важных моментов, которые характеризуют социализм с китайской спецификой. То есть вот говорил сегодня Виктор Лаврентьевич о новой эпохе. Ну, как известно, мы сейчас переживаем социализм с китайской спецификой в новую эпоху Си Диньпина. И вот интересно, что в эту новую эпоху социализма с китайской спецификой актуализируются такие традиционные элементы китайской культуры, которые, мне кажется, эта линия, она будет и дальше усиливаться. Поэтому вывод моего выступления, я бы так сформулировал, что дискуссии о ценностях в борьбе с ковидом содержат много интереснейших моментов. Это требуется еще более подробно изучать, потому что огромный поток соответствующих материалов, где в том числе и задействованы такие специалисты по традиционной китайской философии. Я как бы, ну, времени нет, чтобы подробно в это погружаться. Но мне кажется, что это интереснейший аспект современной полемики вокруг ковида, вокруг успешного опыта Китая и вокруг того, как будет дальше развиваться идеологическая сфера Китайской Народной Республики. Спасибо за внимание. Мы продолжаем нашу работу. У нас еще по программе два доклада. Слово предоставляется Василию Борисовичу Кашину, заместителю директора Центра комплексных европейских и международных исследований, заведующего сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем факультета мировой политики и мировой экономики Высшей школы экономики. Тоже очень прошу все-таки придерживаться регламента. Да, огромное спасибо. Меня слышно? Хорошо все? Безусловно, вас прекрасно слышно. Огромное спасибо. Огромное спасибо за это приглашение и возможность выступить. К сожалению, я не смог в силу разных обстоятельств приехать. Я остановлюсь на таком важном аспекте наших отношений с КНР как сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Это один из столпов отношений между нашими сторонами до сих пор и фактически главная основа отношений даже в экономическом плане в тяжелые 90-е годы. В новых условиях, в условиях противоборства великих держав роль этого сотрудничества будет только расти. Чтобы представить себе значимость нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере, можно вспомнить, что в 90-е годы у нас не получалось, по сути, развивать экономические отношения с Китаем. Товарооборот между двумя странами колебался где-то в диапазоне от 4 до 6 миллиардов долларов в год по большей части. И вот из этой скромной суммы от полутора до почти двух миллиардов в отдельные годы составляли наши военные поставки. Китай был важным фактором выживания российской оборонной промышленности. И что особенно важно, вот именно в этих поставках важную роль играли наши предприятия, расположенные на Дальнем Востоке и в Сибири, например, авиационный завод в Комсомольске на Амуре, КНАПА, Арсеньевский завод «Прогресс», Улан-Уденский вертолетный завод и так далее. Это сотрудничество параллельно развивалось с очень активным установлением военных связей. Мы выходили из холодной войны и в 90-е годы мы смогли осуществить очень мощные меры по обеспечению взаимного доверия. Что мы могли сделать? Мы смогли подписать наше соглашение о сокращении войск в районе границы, касающейся 100-километровой полосы, которые до сих пор вызывают интерес в регионе с точки зрения полученного опыта. Это пример демилитаризации границы, который оказался очень благотворным и изучается даже некоторыми другими азиатскими коллегами, в том числе индийцы проявляли интерес в прошлом. Это было важнейшее достижение. Долгое время мы очень осторожно подходили к развитию собственно военных связей. Формально они до сих пор развиваются в соответствии с нашим старым соглашением 1993 года, которое было ориентировано на обеспечение военно-технического сотрудничества и некий обмен делегациями и опытом. Мало что больше. Там даже не прописывались в качестве отдельного направления совместные учения. У нас началась работа над новым соглашением и военном сотрудничестве более продвинутым в 2019 году. Было распоряжение правительства о переговорах. К сожалению, вероятно, что ковид внес свои коррективы. Все же такие документы требуют обширных консультаций экспертов, взаимных визитов. И, по всей видимости, с этим произошла задержка. Мы не слышим ничего нового о том, чтобы что-то происходило. Тем не менее, соглашение 1993 года, оно не очень подробное и содержательное, но оно особо и не ограничивало нас в выборе форм сотрудничества. И тут в продвижении вперед, уже в 2000-е годы, важную роль сыграли изменения в китайских подходах, собственных международному военному сотрудничеству. Был период, когда Китай практически свернул большинство подобных программ, когда Китай встал на путь реформ, постепенно переходил к более пассивной внешней политике. И практически все 90-е годы ситуация оставалась именно такой. Не проводил Китай международных учений, довольно ограниченные. Были обмены, было военно-техническое сотрудничество с традиционными партнерами в плане экспорта китайского оружия, импорт технологий, но не более того. В начале 2000-х годов ситуация начала меняться. Китай начал принимать участие в международных военных соревнованиях. Уже в 2002 году первые китайские военные отправились на международные соревнования спецназов в Эстонию. В 2003 году Китай провел свои первые международные учения. Интересно, что это были учения двусторонние с Кыргызстаном по антитеррористической тематике. И вот на этом фоне у нас обозначилось движение вперед. С 2005 года мы начали проводить регулярные совместные военные учения, которые усложнялись, росли, прогрессировали с каждым годом. Очевидно, что 2005 год это был определенный поворотный момент. Очевидно, это был и поворотный момент в отношениях двух стран с Западом. Они начали ухудшаться, особенно для России после первого украинского Майдана. И возникла очевидная политическая воля к развитию военного сотрудничества. Постепенно, по мере движения вперед, содержание именно военных связей, помимо военно-технических, оно обогащалось. И сейчас мы пришли к беспрецедентно высокому уровню сотрудничества. Что мы имеем сейчас? Мы имеем, начиная с 2018 года, ежегодные стратегические командно-штабные учения. Это форма взаимодействия, которая раньше у России была только с отдельными, далеко не со всеми партнерами по организации договора коллективной безопасности. Это фактически подготовка к совместному ведению, отработка вопросов, совместного ведения боевых действий против высокотехнологичного сильного противника по все более сложной программе с углубляющимся уровнем взаимодействия. И на самом последнем этапе, собственно, учения, проходившие впервые на территории КНР, мы могли видеть уже процесс интеграции командно-автоматизированных систем управления двух стран, систем управления вооруженными силами. У нас продолжаются наши старые учения «Мирная миссия», которые проходят в рамках ШОС и проходят раз в год или раз в два года в зависимости от обстоятельств. Они тоже прогрессируют, они все более ориентированы на практические сценарии, которые могут иметь место в Центральной Азии. У нас с 2012 года проходят довольно продвинутые военно-морские учения, и тут мы тоже видим очень серьезный технологический рост. Если раньше это было такое совместное маневрирование, совместное выполнение задач, то сейчас мы учимся оказывать друг другу поддержку, помогать друг другу решать те или иные технические проблемы, проводить операции по поиску и спасению, обеспечивать действия друг друга и так далее. Уже во всех последних учениях участвуют подводные лодки, пока что не атомные, проводятся операции по сотрудничеству в их спасении. Учения первоначально назывались более с таким уклоном в антитеррористическую тематику, но мы видим, что там отрабатывается полный набор высокотехнологичных тем, связанных с отражением воздушных атак и так далее. У нас проводятся также ежегодные учения сил внутренней безопасности. Это Росгвардия, Народная вооруженная полиция, КНР. У нас периодически проводятся учения противовоздушной обороны и противоракетной обороны на ТВД. И таким образом, и, конечно, огромное количество военных соревнований. Китайцы – это наиболее активные и заинтересованные участники наших армейских игр. Они участвуют практически во всех номинациях и относятся к этому максимально серьезно. Таким образом, мы достигли такого уже уровня, который начинает привлекать серьезное внимание в мире и сам по себе становится фактором военного планирования для других государств, прежде всего для Соединенных Штатов. Если раньше планирование было в значительной степени разделено и российский фактор на Тихом океане не очень сильно принимался во внимание, сейчас ситуация меняется. Более того, эта тенденция поддерживается тем, что мы перешли от учений к таким совместным акциям, как совместное боевое патрулирование. У нас состоялись два патрулирования бомбардировщиков. Недавно состоялось первое в нашей практике совместное патрулирование боевых кораблей, которые прошли вокруг Японии. Все это в сумме, наряду с сохраняющимся и по-прежнему довольно динамичным военно-техническим сотрудничеством, образует довольно уникальный такой комплекс отношений. Он более глубокий, чем имеется у нас с кем-либо, включая наших партнеров по ОДКБ. Видимо, то же самое можно сказать и для китайцев. Разумеется, у них есть такой привилегированный партнер, как Пакистан, но даже их совместные мероприятия с Пакистаном, именно в военной сфере, они могут быть более ограниченными. И фактически по наполнению, конечно, это напоминает или превышает формы сотрудничества, которые есть между некоторыми формальными военными союзниками. Мы не достигли, конечно, такого уровня оперативной совместимости, который есть внутри НАТО, но НАТО к этому двигался десятки лет. Но мы это делаем все не имея формального союза и мы подчеркиваем, что мы не будем его иметь, по крайней мере в обозримом будущем. На это направлено заявление лидеров двух стран, что создает ситуацию, к которой, видимо, обе стороны и стремились. Это создает... Дело в том, что большинство существующих сейчас формальных союзов, это довольно обтекаемо, абстрактно сформулированные документы, подходы к которым как раз и зависят, то, насколько они серьезно воспринимаются, как раз и зависят от того, чем они наполнены с точки зрения подготовки, военно-технического сотрудничества и так далее. Вот на данном этапе очевидно, что нам выгодно двигаться вперед с точки зрения наполнения нашего взаимодействия без формализации. Таким образом, мы без особых затрат создаем для потенциального противника ситуацию стратегической неопределенности, когда они не знают, какими будут действия России или Китая в случае вступления в конфликт с одной из этих стран. Они вынуждены готовиться к худшему сценарию. Это повышает их порог для принятия решения о возможном конфликте, удорожает их военное планирование и влечет для них многочисленные серьезные издержки. Вероятно, это очень выгодная модель взаимодействия, когда мы не связываем себе руки, но наносим максимальный ущерб нашим оппонентам, сохранится на обозримое будущее. Большое спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok